Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все есть Сын мой возлюбленный, а Нем же благоволив. Такие слова, братья и сестры, мы сегодня слышали утешительное в Священном Писании, которое сказал Бог, Отец, своему Сыну, который стоял в реце Иордания. Крещаемый от величайшего пророка Иоанна Крестителя. И Дух Святой в виде голубя сходил на него. Таким образом, братья и сестры, начинается общественное служение Господа нашего Иисуса Христа. За 30 лет он воспитывался в безвестности, и с этого момента начинается его евангельская проповедь о спасении человеческого рода. Господь крестился в реке, хотя действительно не имел абсолютно в этом ничего. То есть, ему не надо было принимать крещение как в безгрешном, ибо он сам был чист и непорочен. Но, тем не менее, показывая нам пример послушания и смирения, Господь принимает все, чтобы исполнить всякую правду. Ибо он пришел не нарушить закон, но исполнить его. Более того, Господь показывает нам, крещением, то, что крещение необходимо каждому человеку, желающему наследовать Царствие Небесное. Поэтому в беседе с Никодимом он так и сказал, аще человек, не родиться от воды и духа, не может в нити Царствие Небесное. Это является обязательным условием соединения человека и Бога. Нет иного имени, которым бы нам надлежало спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому, братья и сестры, мы с вами радуемся этому празднику, ибо это наш православный праздник. Он дает нам в очередной раз утешение и великую надежду, что каждый из нас, православный верующий, крещеный во Святой Апостольской Церкви, потенциально становится наследником Царства Небесного. Однако, братья и сестры, к сожалению, не все спасаются. И мы видим, что ученики Христа и то не все спаслись. И вот здесь, братья и сестры, возникает вопрос, почему? А ответ лежит тоже в сегодняшнем празднике. Предтеча, креститель Господень Иоанн сказал слова, которые прошли и проходят через весь Новый Завет. Это самые главные слова, которые соединяют небо и землю. Они являются проводником между Божеством и человечеством. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Вот, братья и сестры, с нашей с вами стороны, для принятия Божественной благодати, для совершенства христианского доброделания, необходимо постоянно пребывать в этом состоянии. Это не значит, что надо копаться в нашей душе. Не значит, что надо ее постоянно чем-то бередить. Никоим образом покаяние, братья и сестры, это то состояние души, когда человек повергает все свои грехи, пороки и недостоинства к беспредельному милосердию Божию. Поэтому, братья и сестры, недаром в день Рождества Христова один из величайших святых, святой Иероним Стридонский, расстроился и, вспоминая то, что Господу к Рождеству кто-то что-то принес, дары волхвы, Ладом и Смирном, Божия Матерь, святые, даже пастухи и то пришли, поклонились и что-то сделали для Христа. И он в сокрушении говорит, но я-то что могу сделать? И вот когда он сокрушился так, то он слышит слова Христа, Христа, Богомладенца, а ты принеси мне свои грехи. Я ради этого и родился, чтобы взять грехи на себя и спасти человеческий род. Вот, братья и сестры, ради чего пришел Христос, ради чего Он крестился, ради чего Он был распят на Хресте и воскрес? Ради того, чтобы человеку даровать Царствие Небесное. Поэтому мы с вами никоим образом не имеем права унывать. У нас есть все необходимое и даже большее. И вот сегодня вы были свидетелями Великого освящения воды. Это действительно величайшая святыня, называется Великая Агиасна. Слова молитв весьма и весьма содержательны. И они говорят нам о том, что вот эта вода, которую мы с вами сегодня здесь освятили, она делается точно такой же, которая была в реке Иордане и омывала Бога-человек. Поэтому, братья и сестры, благодать абсолютно одинаковая, ибо Иисус Христос сегодня, вчера и завтра один и тот же. Поэтому будем радоваться, Господь с нами. Он никогда нас не оставлял и не оставит единственное. Мы должны быть Ему верными. И все то, что где-то мы с вами понеразумив, сделаем не так, будем приносить ко Христу, как некие дары в своем покаянии. И никого никогда, братья и сестры, Господь не оставит, не утешит. Поэтому сегодня в эту замечательную спасительную ночь будем с радостью убрать святую воду, идти домой, окроплявшие жилища, пить ее, как даже по-славянски словам, мажущихся ей. То есть можно ее употреблять как мазь для наружного применения. Ибо она действительно изгоняет всю нечисть не только из жилища, но и от нас с вами. Поэтому будем прибегать к Господу Богу, будем прибегать к Его таинствам, братья и сестры. И Господь всегда будет с нами. Аминь. Всем вас поздравляю с замечательным праздником. Хор благодарю за великолепное пасхальное пение. Собственно говоря, вы нас не удивили, вы очередной нас порадовали, нас мы знаем, что вы так у нас поете. Скоро у нас будет настоящий храм, большой и красивый, и вы туда войдете действительно как украшение богослужения. Всех вас поздравляю с праздником, братья и сестры. Благодарю, что сегодня пришли, причастились, очень много было причастников. И я рад, что эту ночь мы с вами не спим, а вместе молимся. Пусть Господь и Царица Небесная всегда пребывают с нами своей благодатью, милосердием. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова